Детские сады и школы, программы «Чистая вода» и комплексное благоустройство дворов. Об итогах работы в 2017 году рассказал депутат Мособолдумы Владимир Шапкин. Отчет о деятельности за прошедший год парламентарий представил на встрече с активом партии «Единая Россия» в городском поселении Загорянский и пресс-конференции с районными СМИ. Основным направлением работы в Мособолдуме является законотворчество, так, комитетом регионального парламента по имущественным отношениям и землепользованию, председателем которого является Владимир Шапкин, в 2017-м было разработано 24 законопроекта. Актуальным для современной экономики Подмосковья депутат назвал внесение изменений в закон об обороте сельскохозяйственных земель. Основу решения вопросов по вводу в оборот земель сельхозназначения решили те законодательные акты, которые были приняты на уровне федеральном и на уровне областном. Мы сегодня констатируем, что сельское хозяйство для нас и для области, в целом для страны стало локомотивом, который потащил в кризисные вот эти годы, по сути дела, добрую часть нашей экономики. Как отмечает депутат, именно развитие экономики дает возможность для смелых проектов в социальной сфере. В Щелковском районе за прошедший год открыто несколько важных социальных объектов, среди которых перинатальный центр и два детских садика. Проведено благоустройство более 50 дворовых территорий. В рамках программы «Чистая вода» состоялся ремонт нескольких ВЗУ, в том числе на территории городского поселения Загорянский, где проблема качества воды стояла не первый год. Мы сегодня имеем очень стройную структуру, когда денежные средства выделяются целевые на решение той или иной проблемы. Программы выстраиваются на несколько лет. Мы понимаем, что внесение по процентам отношений в решение какой-то проблемы и в течение нескольких лет решает эту проблему, но и параллельно решает многие другие. Такой подход дает свои результаты. Люди видят изменения. Мы совершили капитальный ремонт ВЗУ на улице Льва Толстого, у нас в городском поселении Загорянский. Также одним из важных и быстрых задач мы для городка нашего ВШК сделали новую детско-спортивную площадку. Но это из тех мер, которые были сделаны буквально за прошедший год. Наверное, на Загорянке, когда мы говорим о ВЗУ, о программе «Чистая вода», об этой «Чистой воде» говорили десятилетиями. И благодаря работе ваших депутатов в том числе, Загорянка в эту программу вошла. И одно ВЗУ уже открыто отремонтировано. Актуальным для Загорянского также является вступление в программу модернизации бывших военных городков, перспективы которого обсудили на встрече. Военный городок, высшая школа командирского состава, был расформирован относительно недавно. В первую очередь здесь востребован ремонт инженерных коммуникаций. Администрация городского поселения Загорянский планирует вступление в программу модернизации бывших военных городков в этом году. Рассчитывают, что финансирование продлится несколько лет. Одной из самых важных программ на перспективу депутат также назвал открытие ясельных групп в детских садах, реконструкцию старых и строительство новых школ. Десять из них уже вошли в программу на территории Щелковского района. Ну и естественно такие крупномасштабные программы, как ликвидация второй смены, сейчас уже на подходе и детские сады с яслями, вот это ремонт медицинских учреждений капитальный. То есть сработала сейчас та система за прошлый год уже очевидно. Она будет продолжена и дальше. В прошедшем году особое внимание депутат уделил реализации специализированного фонда для исполнения наказов избирателей, на оснащение и ремонт социальных объектов Щелковского района, а также поддержку его жителей было направлено на 7,5 миллионов рублей. В том числе средства пошли на приобретение оборудования в поликлинику поселения Загорянский, автомобили в районную больницу номер один, оборудование в школы и детские сады. В 2018-м программа будет продолжена. На 2018-й год мы уже деньги пошли и сейчас будут исполняться наказы. Это опять поликлиника 500 тысяч на дальнейшее обеспечение вот такой техникой амбулаторной. Средняя школа номер один для ремонта и оснащения музея Великой Отечественной войны 200 тысяч. Работа над решением задач, поставленных жителями, также активно шла в рамках депутатских приемов. На них в адрес депутата поступило 469 обращений. Порядка 450 проблем уже решены.